Болотные вепри, бриз, босфоры и ярость. На профессиональных соревнованиях таких названий хоккейных команд не увидишь. Однако на ежегодном турнире на Кубок главы Владивостока профессионалов нет. За клюшки берутся исключительно любители. 7 января во Владивостоке состоялся первый день турнира по дворовому хоккею. На лед муниципальных коробок вышли 4 команды первой группы. Такой турнир по хоккею среди непрофессиональных команд проводится в городе седьмой год подряд. За главный приз сезона 2017 года поборются 16 команд-любителей, среди которых команды-ветераны Викинги, Беркут, Босфор, Бриз, Болотные вепри, Тандра, Терминал, Ярость, Змеинка, Почтенное общество, Витязь, а также команды-новички Молот, Молот-2, Рубин-2003, Русский остров и Старт. Он очень популярен у нас в городе. Количество команд сначала очень увеличивалось. Когда был юбилейный пятый год, у нас было 24 команды. Ну, конечно, сейчас их стало немножко меньше, но они уже более сыгранные, более такие опытные, хотя есть, конечно, у нас и новички. В этом сезоне организаторы решили изменить систему проведения игр. Чтобы не растягивать соревнования, в выходные будет проходить сразу несколько розыгрышей. Все команды поделены на четыре группы. По итогам первого этапа определятся четыре сильнейших команды, которые будут соперничать в финале. А организаторы соревнований, а именно администрация Владивостока, приглашает всех желающих на муниципальные ледовые коробки поболеть за спортсменов. В поддержке болельщиков нуждается и хоккейный клуб «Адмирал». После рождественской победы над командой «Медвежчак» в Загребе моряки потерпели поражение в матче против Слована. Игра состоялась в столице Словакии, Братиславе. Хозяева ледовой арены обыграли владивостокских хоккеистов со счетом 3-2. На третьей минуте шайбой отметился Андрей Счастный, а на 35-й и на 60-й моряки пропустили удар от Джефа Таффи. Главный тренер Приморцев назвал игру в Братиславе безобразной. Турнирная таблица такая, что очки нужны и нам, и Словану. Поэтому игра была напряженной. Считаю, что мы играли хорошо два периода, а в третьем отрезке наша безобразная игра в большинстве предопределила исход поединка. Игра перевернулась, соперник владел инициативой, у нас были сложности, и вроде бы выстояли в концовке в меньшинстве, но, наверное, не хватило концентрации. Скажу еще раз, игра в неравных составах, а конкретно наше безвольное беззубое большинство, сыграло определенную роль в сегодняшнем поражении. Теперь Слован, набрав 61 очко, занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. А «Адмирал», в активе которого 67 баллов, идет на седьмой позиции на Востоке. Следующий матч «Адмирал» проведет 12 января с Рижским «Динамо». Олег Завьялов и Ночедрова. Новости спорта на восьмом. Новости спорта на восьмом.